Знаете ли вы, что такое эмоции? Я уверена, что да. Возможно, вы смотрели мультфильм «Головоломка», в котором главная героиня Райли знакомится со своими эмоциями и постепенно учится с ними взаимодействовать. Так вот, там были такие эмоции, как страх, гнев, брезгливость, радость, печаль. Это базовые эмоции. Они присущи каждому человеку. Но, конечно же, только ими наша жизнь не ограничена. Взаимодействие с миром вызывает в нас самые разные эмоциональные реакции и состояния. Откуда берутся эмоции? В каждый момент времени наши органы чувств через слуховые, зрительные, обонятельные, осизательные, вкусовые рецепторы воспринимают воздействие окружающей среды. Например, температура воздуха, атмосферное давление, запахи, в том числе мягкость или жесткость стула, на котором мы сейчас сидим. Даже тогда, когда нам кажется, что никакого контакта с окружающим миром мы не имеем, на самом деле в наш мозг продолжает поступать информация от органов чувств. Только происходит это в фоновом режиме. В мозге информация обрабатывается, анализируется, после чего возникает эмоция. Эмоция – это и есть реакция нашей психики на полученную информацию. Как мы можем догадаться, информацию мы получаем не только от окружающей среды, но и от окружающих нас людей. Во время общения мы передаем друг другу вербально и невербально наше мнение, отношение, намерение, желание, что вызывает ответную эмоциональную реакцию. Любой наш контакт, любое взаимодействие с окружающим миром, с другими людьми вызывает в нас как положительные, так и отрицательные эмоции. Эмоции являются механизмом оценки организма уровня благополучности его взаимодействия со средой. Эмоции играют очень важную роль в нашей жизни. В процессе эволюции эмоции помогали живому организму ориентироваться в окружающем мире, выбирать для себя что-то полезное и безопасное. Так, например, страх является базовой эмоцией, с помощью которой реализуется инстинкт самосохранения и сохранения вида. Однако эмоции участвуют не только в вопросах выживания, но и во всей остальной нашей повседневной деятельности, сопутствуя или препятствуя ей. В течение жизни у каждого человека развиваются навыки понимания своих эмоций, управления ими, а также навыки взаимодействия с эмоциями других людей. Совокупность этих навыков принято называть эмоциональным интеллектом. Выделяют пять векторов эмоционального интеллекта. Самоосознание, самоконтроль или управление эмоциями, самомотивация, эмпатия и поддержание взаимоотношений или социальные навыки. Рассмотрим каждый вектор в отдельности. Самоосознание. Способность понимать свои эмоции и с учетом этого принимать решения в той или иной ситуации. Неспособность замечать свои истинные чувства делает нас более подверженными чужому влиянию с целью манипуляции. Люди, понимающие свои чувства, оказываются лучшими лоцманами своей жизни, меньше сомневаясь в правильности личных решений, более адекватно оценивают свои способности в сильные и слабые стороны. Саморегуляция. Самоконтроль. Это способность контролировать свои эмоции, чтобы они не мешали текущей деятельности. Готовность отложить мгновенное удовлетворение для достижения долгосрочной цели. Умение быстро восстанавливаться после стресса. Способность успокоить самого себя, избавиться от безудержной тревоги, уныния, раздражительности. Самомотивация. Это способность использовать свои глубинные склонности и предпочтения для достижения цели. Проявлять инициативу, не отступать и не отчаиваться из-за неудачи. Способность повышать эффективность мышления с помощью эмоций. Способность привести себя в состояние вдохновения, обеспечивать достижение выдающегося качества любых действий. Люди, владеющие этим искусством, как правило, оказываются более продуктивными и успешными во всем, за что бы они не взялись. Эмпатия. Способность осознавать то, что чувствуют другие люди. Умение ставить себя на их место. Люди, способные сопереживать, больше настроены на тонкие социальные сигналы, указывающие чего хотят или в чем нуждаются другие люди. Это делает их более подходящими для профессий или занятий, связанных с заботой о других. Социальные навыки или взаимодействия с другими. Этот навык про умение считывать эмоции во взаимоотношениях между людьми, умение воздействовать на эмоциональное состояние людей. Это те способности, которые укрепляют популярность, лидерство и влияют на эффективность межличностного общения. Люди, отличающиеся подобными талантами, отлично справляются со всеми делами, успех которых зависит от умелого взаимодействия с другими. Уровень развития навыков соответствующих векторов у человека говорит об эффективности его владения своей эмоциональной сферой. Почему мы уделяем особое внимание эмоциям, говоря о насилии? Во-первых, эмоциональный аспект есть во всех формах насилия. Любая форма насилия – физическая, сексуальная, экономическая, вызывает отрицательные эмоции у жертвы насилия. Во-вторых, существует особый вид – эмоциональное насилие. Эту форму насилия очень сложно распознать. Обычно жертва испытывает страдания, но затрудняется назвать то, что их вызывает. Основным инструментом эмоционального насилия является обесценивание. Как правило, оно направлено на личность жертвы, либо на то, что ей дорого. В-третьих, эмоции играют важную роль в таком процессе, как эмоциональное выгорание. А оно, в свою очередь, может являться следствием насилия над самим собой. Изучая эмоциональный интеллект жертв домашнего насилия, мы пришли к выводу, что хорошо развитые навыки владения собственной национальной сферой снижают для человека риск попадания в ситуацию насилия в близких отношениях.